Ну и это будет банный комплекс с регулированным климатом, то есть печь стоит на шансах. Это силикат кальция, только я его обработал, чтобы он не пылил. Факел летит, я его направляю вниз. Он бьет вниз, получается вот так уходят дымовые газы. Просто делается небольшой переруб, то есть она не пилится. Все, и она пошла вот туда, вся целая. Парильное помещение, вот как раз мы сейчас со стороны парилки находимся, да? И, ну, речь о трубе была, она из каких-то из этих частей, да, будет? Да, труба у меня пойдет вот здесь, вот сюда, да, туда пойдет, вот цикл. Я закольцевал дымовые газы туда, то есть там их тормозун, почему? Потому что здесь уже будет получаться короткое плечо, и, то есть, вот этот угол будет греться быстрее. Ну и, естественно, она улетит туда. То есть я их там тормознул, вот в этом плече, чтобы равномерно был прогрев. И труба встанет здесь. Вот это ложа куриных. Ну да, мы всегда, когда были, она была закрыта, здесь сейчас... Да, заказчик захотел открытую камень, да, чтобы вот здесь побольше ему было камней. Сказал убрать острые углы, чтобы не было таких, закатали в булочку такую в один ряд. Что характерно, еще кирпич, как черный снутри, да, так и снаружи. Да, у него одна цветовая гамма, да, что мне это тоже очень нравится. Вот его сейчас, вот, допустим, если тряпочкой намочить, то есть вот этот и этот, они будут совершенно одинаковы. Здесь еще она маленько подрастет, здесь на рядок еще на один ряд, и потом буду выпускать карнизы в три ряда. Ну и то есть сюда будет карниз. Да, карнизы будут сюда. Ну и соответственно, почему я не захотел, ну отказались от арки, от основной, от большой. Почему? Потому что если у меня карнизы вот сюда вот так сойдутся, и оттуда, ну и вот тебе будет направление опара туда. Потому что там станут полки. Кубатура или кубатура какая парень? Сколько вот пищи будет отопливать, так скажем? Ну и я ее рассчитывал, то есть она, она, она все равно мне даст 50 кВт. 50 кВт со всей печи, да? Да, со всей печи. 50 кВт здесь будет. Потому что здесь очень много кирпича, не только лицевого, там внутри. Потому что она очень большая, сама по себе вышла. Ну и это будет банный комплекс с регулируемым климатом, то есть печь стоит на шансах. Сейчас закончим с печью, потом начнем делать потолки. Ну то есть ты тут подключил полностью? Да, я буду делать подключ, да, буду делать потолки, то есть вентилируемые. И полы тоже самое будут с прокачкой каналов воздуха. Ну то есть шансы уйдут под пол, получается? Да, вот доски станут полы, как раз вон по порог. Да, этот порог, да. Вот как раз у нас уже все отстреляно, вот они станут у так полы. Там с той стороны я не сказал точно так же, как, ну классика, свежий воздух за столбами заходит вот сюда. Вот под эти вот прокачки у меня будет сделано. Вот под этой вот, под противопожарной разделки свежий воздух. Он оттуда из помещения будет туда поспешить. Ну тут силикат кальция, да, ты используешь? Это силикат кальция, да, только я его обработал, чтобы он не пылил. Ну и плюс он отделан плиткой получается. Да, из этого кирпича нарезали плиточек и вот так обклеили. То есть почему здесь такие неровности, это сделано специально. Чтобы соответствовало. Ну да, чтобы она такая немного корявенькая была, как бы не было смысла ее выгонять. Ну, то есть это, ну и заказчику это так же нравится. Она должна быть теплоемкая, вообще вот эта печь, потому что я уже здесь, уже сам намудрился с топкой и с воздухом, и ну каждый раз это, ну потому что, когда мы ее затопим, я хочу ее погонять неделю, посмотреть. Буду сюда ездить, посмотреть, как все работает. А вот здесь изнутри мы же сможем увидеть, да, вот это мастика или это какой-то материал нанесен? Ну, это, ну, здесь кладочная сетка и там внутри все у меня обтянуто сеткой внутри, зафутировано. Почему я не стал делать двухконтурную, я бы мог также сделать, допустим, вот здесь такое же отверстие и сделать все внутри из шамота. То есть она бы получилась бы двухконтурная, а это бы я оставил как конвективную рубашку, то есть чтобы горячего воздуха. Ну, я так не захотел, почему, ну не знаю, мне нравится, когда кирпич нагревается. Ну вот этот раствор наносишь на сетку, это что такое? С чем? Геркулес фиброй, геркулес фибра. Да, и сетка там внутри еще. Мы не испытывали этот кирпич, я знаю, что с него делают банные комплексы с этого кирпича, но он собирает их контурными. Ну, прямой огонь, получается, в него не направляется? Не направляется, да, то есть везде стоит конвекция. Я решил попробовать на него запустить факел. Ну, опять же, ты защитил его, получается. Ну, да, ну, да. Ну, у меня внутри, помимо сетки и вот этой футировки, еще стоит, ну, азбокартон, натянут также зафутирован. Ну, как раз получается там полторашка где-то футировки. В самом данном канале это вот. Потому что у меня горячие газы будут вправо и влево уходить. Ну, и пошли они по кругу. А вот эта, Алексей, часть будет загреться тоже? Все полностью. А как вот, можешь объяснить? Вот, то есть смотри, здесь у нас получается топливо иногда с этой стороны, труба сюда уходит. Здесь он, как обороты какие делать, что... Ну, и этот канал прогреет эту часть и уйдет сюда потом. Ну, вот, я могу объяснить. Вот здесь у нас находится топка, вот. Факел летит, я его направляю вниз. Он бьет вниз, чтобы у нас низ печи весь тоже обогревался. То есть, получается, вот так уходят дымовые газы. Там стоит подвертка, подворачивается. Здесь у меня стоит вот здесь. Ну, то есть, вот это где полка, до полки у меня стоит колпак, который тоже стоит, рассечка еще одна. Я их рассек, дымовые газы рассекаются, поднимаются вот сюда и заполняют вот это пространство. Ну, то есть, это полностью колпак один получается. Да. Ну, здесь он перекрытый. Там внизу один колпак, это второй колпак. Ну, что этот колпак, что правый, что левый. И эти колпаки, они... Я не люблю тоже делать пустые колпаки. Они у меня с рассечками все, чтобы сделать теплоемкость печи побольше. Вот. Вот здесь у меня идет канал, чтобы у меня эта стена обогревалась. И здесь тоже вот это обогревалась. С той стороны хорошо будет видно. Он сейчас с той стороны открытый. Я еще не поставил в нем рассечки. Потому что мне нужно еще тормознуть дымовые газы. Что можно будет и поднять все сверху, да, тоже снять? Да, запросто, конечно. Ну, сейчас лавочку поставим. Вот у меня, видишь, вот подъемный. Вот я перегрыл его. Вот подъемный. И там подъемный канал. Здесь у меня уже поворотный... Ну, растопочный я поставил. Здесь будет основная задвижка на трубу. Ну, вот если на самом деле его, допустим, сейчас грунтовочку нанести. Просто грунтовку. Ну, там, я не знаю, любую бесцветную на водной основе. Я вот привезу на днях, хочу попробовать. Почему? Потому что, когда воду опустишь, вот так достанешь, вот, ну, он реально переливается. А вот как он сгустит? Да, 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 да. То есть, ну, он сейчас, вот этот суховатый, да, у него вид такой кирпича, да. Ну, как бы, знаешь, такой, как будто запыленный. А по факту, ну, вот этот, видишь, вот он мокрый, да, кирпич еще влажный. Вот он темнее. Высох он такой. Ну, я думаю, вот если грунтовкой вот текурилы попробовать или еще чем-то. Ну, хотя в бане здесь, как бы, парилки. Сочность будет какая-то. Да, сочность, да, чтобы он, ну, черенький такой что-либо. Ну, не знаю, может этот цвет кому-то нравится. Ну, у каждого свое. Я, как бы, мне, допустим, гораздо темнее, чтобы он такой, знаешь. Ну, и в массиве он, да, шов темный, кирпич темным таким одним массивом. Одним массивом, да. Мощно смотрится. Мощно смотрится, да. Ну, и здесь еще, если когда парилку сделать, здесь со светом можно поиграть, чтобы вот, если такой полувраг сделать, то даже пичку не заметишь. Ну, если так, вот, какой-то бум нанесет, включил, здесь такое черное что-то будет. Здесь, ну, сделали вот так вот. Ну, может, захочет тазик поставить, там, чем-то с веником, еще что-то, чайничек. Ну, под запарить, она же теплая будет получать. Она горячая будет, конечно. Ну, вот здесь горячие дымовые газы все сюда поднимаются, потом уходят туда. Ну, и по низу, то есть они идут вверх и вниз сразу уходят. То есть я их все закинцал. Травы какие-нибудь, испарители, бывает же, что для духа ставят, чтобы дышать было чем? Ну, нет, заказчик приезжал, он видел это, он говорит, ну, мне, говорит, хорошо, нравится, я что-нибудь придумываю сюда. Ну, то есть это уже, как бы, не минус. Ну, можно же было сделать просто классику, да. Поставил ложе для камней, ну, и все, его, допустим, вот в кирпич ты отступил и собрал обычный ящик. Ну, и закрытая камень-то была бы, просто ящик, вот, тумбочка была. Ну, я посмотрел по помещению, здесь же тоже, как бы, рассчитываешь, чем больше печка, лучей больше. Ну, и, то есть полки, то есть расстояние будет достаточно далеко до полков. Ну, вот, допустим, пошли полки, вот, ну, здесь, может, в два яруса захочет, может, в три или вот здесь. Ну, чтобы можно было лежать, чтоб тебя кто-то парил. Ну, с одной стороны пармастер, вот здесь, если зайдет тут парень, то будет комфортно. Почему печка на таком, на нормальном расстоянии, когда близко с печкой, тоже некомфортно. Ну, и помещение достаточно высокое, потолки будут в три метра. Получается, вот где шов предпоследнего, вот он, вместе вот так вот. Вот замеряли три метра высота потолков будет. Ну, то есть здесь дышать будет достаточно комфортно. Ну, и поэтому и печку нужно делать такую большую, чтобы... Такой массив обогревать, это сколько дров надо. Здесь раз протопил, потом ходишь пару дней паришься. Сколько вот делали с открытыми каменками? Ну, сколько здесь уходит, получается? Ну, сто восемьдесят. Да, ну, сто восемьдесят, там, камни, если не фритборка. А здесь, конечно, здесь вот у тебя горка такая хорошая будет. Ну, кочегаришь, она нагреется еще тут плюс, как бы, типа помещения. Для камней. Чтобы сохранить тепла больше. И плюс от самого ложа, оно уже чугунное. Смотри, оно будет быстрее нагреваться и передавать на кирпич. Помимо того, что он уже зафутерован, все равно это время прогрева кирпича. Хотя я не знаю, как он по теплоемкости. Потому что я про него сколько вот смотрел, читал, там, с ребятами созванивался. Да не, нормально, все нормально. Ну, слова это слова, все говорят, все нормально. Я хочу сам попробовать просто. Когда он мне нагреется, через сколько нагреется и как он вообще поведет себя. Ну, а вообще, в таком брусье не первую баню собираешь, получается. Сколько держит, насколько бревно это держит тепло, так скажем, не уветривается, там, но с твоими печами. Сколько держит печка, ну, сколько парилку можно ходить, там, день, два. Ну, Саша ходит два дня. А на третий день я хапку подкидываю. И опять пошел. И опять пошел, да. Два дня он ровно парится, ходит. Ну, у него здесь есть разница в чем. Здесь открытая каменка, а у него закрытая каменка, да. Закрытые каменки можно делать, если, допустим, ты не бегаешь туда-сюда, а на трое суток у тебя держать будет спокойно. А здесь открытая камень, то есть, ну, ты, допустим, здесь можно весь вечер, всю ночь, допустим, париться, и на утро ты попаришься. Объем ко мне здесь достаточно много, можешь положить до 250 килограмм нефрита, сюда спокойно сейчас уйдет. Хоть как положишь. Но подтапливать тебе все равно потом придется. Здесь, хотя будет сверху пирог, но одно единственное, что мне не нравится, я с заказчиком разговаривал, вот эта дверь, вот эта дверь, она очень высокая. Я его просил сделать вот так. Ну, да, пирог, наверное, держит. Пирог, да, уйдет. Да, я его просил, но они все равно сделали так, ну, хозяин, как бы, барин. Что хотят, то и хотят. Ну, здесь, как вариант, может, какую-то ткань, там, бывает же, распускают, чтобы она держала. Ну, я не знаю, хозяин, барин, кто-то хочет, так и делает. Но здесь, и поэтому, почему я и решил, во-первых, противопожарную разделку сделать, чтобы она тоже нагревалась. Ага. Потому что это тоже кирпич и плитки, они нагреются, они тоже будут долго держать. То есть, вот эти лучи от печи будут передаваться сюда, а эти сюда. Ну, и массив сделать гораздо больше, чтобы тепла сохранить. Почему? Потому что открытая каменка. Была бы она закрытая, но ее печку можно было сделать спокойно меньше. То есть, вот она пошла, закрытая каменка всюду. Ну, и опять же, по конфигурации парилки, если, допустим, эту печь повернуть вот сюда, то было бы два длинных щитка на всю парилку. Было бы это гораздо лучше. Ну, как бы лучше. То есть, пожелание было бы туда поставить, чтобы там оттуда топилось. Ну, по конфигурации она сделана вагоном таким. Как бы неудобно, когда она такая более-менее квадратная. Здесь даже прямоугольником таким, как вот. Прямоугольник, да, реально прямоугольник, просто прямые углы. Но она длинная и узкая. И я вот здесь вот тут маленько помучился. Почему с конфигурацией самой печи? Ну, потому что обычно, когда люди заходят, чтобы сделать печь. Ну, потому что, если посмотришь, везде парилки разные. И по высоте, и по ширине, и по длине. Обычно что делают? Бум! Ящик поставили из кирпича. Ну, как тут получается шкаф стоит. И там уже речь не идет о щитках, о теплоемкости. Ну, поставили, поставили. Да, она топится, да, она обогреет эту печь. Я не говорю там про всякие эти научные. А здесь-то задача, чтобы сохранить и дать больше тепла, чтобы человек не ходил каждый день. Не важно там, он же будет... Ты представляешь, что такой массив все время топить? Ну, на режим выйти здесь же будет жить, наверное, постоянно. Это же не дача, куда я приехал на выходные быстренько помыться. Да нет, он не будет здесь жить. Это, честно, это как база отдыха. Честно, приехал, отдохнул на выходные, уехал и все. Электрика вся идет внутри, да, получается? Да, электрика внутри, да. Все так многие и делают. Ну, конечно, она уже там все штраба и все. А смысл зачем, чтобы у тебя провода? Ну, кто-то любит ретро вот так пускать по бревнам. Это спрятанное. Саш, снял, да, вот эту лавочку, как она выглядит? То есть, как она задумана? Как задумано, да. С того же бревна, что от бани, вот она выходит. Да, целое бревно длинное. Ну, если его посмотреть, вон оно куда идет. Просто делается небольшой переруб, то есть она не пилится. Все, и она пошла вот туда, вся целая. Вот она заканчивается, вот в этом. А, нет, она здесь идет, вот до конца она идет. Это все одно бревно. То есть залив это ангара получается, да? Ангара. В Иркутске есть ГЭС и от ГЭСа пошли заливы до Байкала. То есть вся ангара у нас вот в таких заливах красиво. Так, ну ладно, что на этой, наверное, прекрасной ноте. Будем прощаться. Спасибо, что позвал в гости. Посмотрели, как работает. Докивал, спасибо. Подсняли, что это новое, новый объект, новая баня, новая печка. Еще будет новая, ну и в Читу хочу, чтобы приехал. Чита далеко. Ну, может там у нас получится. Ну, вон вот это точно. Будем рады, да, приехать. Было бы отлично. Ну, всем всего хорошего. Всем пока. Ваш Печный мир. Смотрите, ставьте лайки. ПЕСНЯ ПЕСНЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...